Игнатий Иванович, он ждет вас. Сейчас, ай, момент, мне никак нельзя отступиться здесь. Сейчас, я прям в сей момент, сейчас освобождает, буквально минута осталась. Все, последнее и закрепить. Слушай, спаси Христос, он заехал, да? Это вот вам орешки тегровые. От вас. Ну, спаси Христос. И вот к Рождеству, здесь может гости, кто зайдут, сладости, чаю. Никакие, у нас не принимается сейчас сладости, это оставишь. Совершенно. Сейчас сядешь на стол, с тобой рядышком. Он не ест. Вот, садись рядом. Нет, ну это не вам, ну вот кто зайдет, угостите кого. Да нет, мы не угощаем. Это ребятишкам такие яблоки какие-то. Все понял. Возьмешь, садись. Сразу похожу, чем я сейчас занимаюсь в данный момент. Сегодня утром мы небольшое сделали, в это воскресенье сделали запись богослужения, как у нас идет собрание, не видел? Это все выставили, все это выставили мы на Mail.ru. А вот сейчас, в данный момент, я его выставил. История нашей общины, вот теперь это с первой строки. На форум ты заходишь? Да. Вот, теперь смотри, по форуму я его выставил. Что именно, в данный момент, как раз успел. Смотри. Ну это, фотографии, фотографии, все шли, фотографии, фотографии. А тут решил выставить ролики. Вот оно где. Смотри, как получается. Номер один, храм, 25 воскресенье был. Отец Аким считает златолусцев. Ну только, ну и тебе пойдет. Второе, ко кресту подходят проспоры. Третье. Начало собрания. Как раз Севастян стоит, это луч от лампочки так пробил. Вот. А четко здесь, это уже в собрании идет разговор о чем. Тут один человек обратился, значит, крещение принял он. Когда-то были у меня бобины, катушки. И попала катушка, он ее слушал и прилепился сердцем. А потом попала книга. И он открытым оком. Вот с этой книги стал думать, а вот эта книга полностью подходит, как и пленка. Вот людей-то этих как бы. И в книге-то там адрес. И он по телефону позвонил. А там они слушали священник, другой, и желали слышать. Ну а кто они, не знаю, живой тот человек, умер, на пленке там данных нет. А здесь данные. Он только по телефону-то позвонил, Тимиртау. Он голос сразу понял, тот, который на той пленке, там 15 лет назад была, которая у него там. Ну и заговорили. И вот он сейчас рассказывает, как у него здесь это было. Чуточку дам послушать. Это у нас здесь в собрании. Тата Михаила. Посмотри на него. Фамилия его Кальмаев. Из города Немертау. В нескольких словах скажи, как ты на нас вышел? Послушайте. Погромче. Несколько лет назад мне попались диски, старые магнитофоны еще были, катушечные, маяк назывался. И там были, ну как катехизис такой короткий, о иконах, о священстве, в общем, о, ну, так и вот, разъяснение такое. А кто автор, я не знал, конечно. Но я его переделал на то, чтобы на компьютер сбросил сейчас. Оцифровал. Да. Ну, в общем, это, а кто такой, мне непонятно было. Ну, и там кто, мы гадали, может быть, Дудкова там, может быть, еще какой-нибудь, неизвестно. А попали мне три книги, открытым оком. Как Бог делает совещание. Ну, дали мне их, они уже походили там, по людям там, это, пометки на них были сделаны такие, в общем, это, где-то вопросы стоят, восклицательные шаги там, и так далее. Ну, в общем, они ходили. Настали книги. Я их взял, мне сказали, ну, посмотрите, что за книги. А это глухонемым объясняют. Вот, да, давай я их читал, потихоньку-то там, вникал смысл. Потом, думаю, надо позвонить этому человеку, там телефон стоит, кто это такой, все-таки, познакомиться с ним. Звоню. Слушай, когда же будет. Разговор короткий. Ну, слышу в трубке, говори. Ну, я это сразу-то, я думаю, ну, у меня там мысли сбились, в общем-то. Я не ожидал, я как-то, знаете, привык это вот. Мы когда ездим там, раньше я тоже по монастырям ездил там, и монахом там собирался стать, так далее, так далее. Ну, в общем, такая вот традиция, что приедешь там, какой-то там разговора такого нету о Евангелии, там, о чудесах, о чем-то еще такого разговора-то идет. А вообще? Ну, и, а тут сразу резко так, говори. Я это говорю, я вот это, хотел вам приехать. Я хочу сказать, вот слово говори, это не просто говори, это означает, все понятно, я готов слушать, одно слово, включено под запись. Это в тюрьме всегда так кричат, такого ищут, наконец голос раздался, говори, все понятно, ни одной секунды не теряй, сейчас засекут тебя там, прикроют тебя, свяжут тебя, в карсер поставят. Я усвоил, что вот это меньше никак нельзя, то есть я должен дать знать, что я живой, я слушаю, говори, я включил с той стороны тот магнитофон на полную мощность, теперь я только уши должен подставлять. И у меня так это сохранилось, и кто бы ни звонил, я поднимаю трубку, вот обычно говорят, слушаю, алло, я понимаю, это таратове меня. Вот когда встречаются люди, раньше было на коммутатор, такому-то надо включить, и так, здравствуйте, работает коммутатор, здравствуйте, такое, и посчитали, что занять, но она теряет, там, минут 20. Этого не надо. Вот когда новая грамматика была, при начале советской власти, Ленин, твердый знак в конце, допустим, Марк, и обязательно в конце был твердый знак, а Игнатий там не надо. И убрали же твердый знак-то, ну нет, дом, картофель, мягкий знак, а дом, твердый знак, зачем он твердый дом-то, и так понятно. И вот это лишнее убрали, и оказалось, что на книге на 100 страниц сохраняется чуть ли не 3 страницы. А представь, сколько это, если, ну, масштабы страны-то. Ну, правильно, он говорит, ну, вот Ленин, правильно это было. Может быть, это не ленинская инициатива была. Так точно здесь. Он сразу обратил внимание, что здесь болтать с тобой не будут, нужно срочно выкладывать. Я тебе даю только 2 минуты. Это мозги спекает. Между двумя поставили яйцо, и оно ровно через час полностью крутое свернулось. Это у меня опыты показывает, как делается. И вот здесь он рассказывает. А зачем ты ко мне приедешь? Он говорит, приеду. Я говорю, ну, познакомиться там, ну, а что ты приедешь-то? Ты книги читай, вот это, и все, из тебя достаточно. Я-то это, потом слышу, Игнатий Тихонович говорит, вот мы проехали тут несколько сел, подарили столько-то книг, там это, а он еще быстро говорит. А застанье что ли? Да. В общем, я слушаю это. Вот у меня, говорит, книг тут много, я на книгах, говорит, сижу. И, в общем, это, я так понял, что нечего ко мне ездить, пока ты на этой книге ехали. Вот читай, у тебя книги есть, читай, все, знакомься с ними. Ну, я, конечно, для меня неожиданный был такой оборот, что это вот так вот со мной поговорили. Что не вербует, не тяну. А он еще-то скажет, ну, приезжай там, то есть, в общем, поговорим там. Кого я не знаю, там, старобрядцы, баптисты, все тянут к себе сзади. У нас набора, чтобы к нам попасть, нужно года три. И в газете пишут, попасть, говорит, в общину Лапкину, нисколько не лешащим в отряд космонавтов. От трех до пяти лет только оглашения проходят. Пятьсот, шестоп академически курсы проходят. Они две-три минуты, как всякую-то. Он это сразу понял. Вот это как раз оказалось тот самый толчок, который... Ну, в общем, разговор закончился, а мысль осталась. Ну, что мне делать? У меня действительно книг-то много. Надо читать. Ну и все, я это... А тут подвернулось так, Господь сделал так, что у меня работа была, я очень был заняты всем. Я и выходные работал там, и так далее. А тут мне дали работу такую, что я трое суток дежурю, девять суток отдыхаю. Пол 11-го. И, в общем, я как раз как занялся этими книгами, вошел в интернет... А, Игнат Тихонович говорит, в интернет выйди. Компьютер есть? Я говорю, да у меня нет, у меня вот детей есть там этот компьютер. А дети, что, они сами по себе, я сам по себе это... Он правильно совершает. И не будешь там мешать там это, если там... Ну, пришлось купить ноутбук. Скачал книги. Конечно, мой толщок послужил. Салез там на себе на гору. И вот я это читал, эти книги. Ну, как читал? Ну, старался. Память-то у меня тоже не очень хорошая. Ну, пытаешься гнигнуть, понять. Ну, и все вот это потом, это вот... Думаю, ну, надо ехать к Игнатию Тихоновичу. Ехать. А он меня не знает. Я-то его знаю, я по книгам-то его изучил уже практически. А он меня не знает. Ну, и все равно. Он-то меня... Я ему звоню, он это... Чувствую, что он меня-то не знает. Ну, вы приезжали. Ну, я и поехал. Взялся Нина Ивановна там, это приезжала она к вам сюда. И вот мы приехали сюда. И вот таким образом я это... Здесь оказался. Приехал... Вот здесь он говорил... Это он в это воскресенье был, да? В это воскресенье был, он причастился, а в понедельник он уже уехал к Тимир Тау. Он только что вчера уехал, доехал и позвонил. И вот, теперь он расскажет, как у него дело обстояло. А вот когда он говорил вот это вот, а ты видишь, я там стою, слушаю это. Я ни одного слова его не слышал. У меня слух сильно ослаблен. О, физическое... Да и так уже, видимо, где-то... Я никакой не чувствую здесь недостаток. Ну, не слышу, да я не слышу, я думаю, потом послушаю. Но здесь маленький есть нюанс. Вот человек, когда бывает чем-то несогласен или что-то, а я-то не слышу, я свое давлю дальше и продолжаю. У меня цель определенная, донести до него что-то. Обычно человек сразу теряет мысль, на возражение начинает говорить, а я не слышу, что он возражает. Что самое смешно-то? Я... Смешно, но в этом весь я тоже нашел зерно. Что мне не надо размениваться на эти шелуху мелочи. То у меня главная задача дать ему информацию. Вот у меня занятие вел, только ВГТО, это большой технический университет. Это 22 тысячи, это один из крупнейших университетов в Сибири. Я не знаю, сколько там в Томске-то университете. Сколько там? Ну, я не знаю даже сколько. Ну, меньше, одновременно. Это я уже точно знаю, что меньше. 21 тысяча. Тут только 18 стран присылает своих студентов, которые... Там тоже много из каких стран учатся. Ну да, ну, я слышал, он десятку самых крупнейших ходит в стране. Десятку. Вот. И я никогда за 17 лет не спрашивал никакого. Какое? Мое дело дать информацию. Проходим толкование. А уже человек этот примет, не примет, экзамен будет. Но будет только после смерти там у Бога. Поэтому старайся. Не я экзаменую. Меня самого Бог будет экзаменовать. Я не учитель. Я всего лишь передаточное звено. Что я постарался и поднапрягся. Достал книги. Теперь я их читаю. Ну и возвышаю голос. Мои голосовые связки. Все. Я закончил свою миссию. И вот дальше. Посмотреть просто. Я не думал про ни о чем. Ни о крещении каком-то. Ни о чем это. У меня мыслей не было таких. У меня еще под спудом где-то там сзади была такая мыслишка, что хотелось бы. Но не было. А когда приехал, на богослужение прихожу, проповедь говорят, читают. Думаю, ну все как будто для меня. И смотрю, крещение проходит. Люди идут. Ну понимаете, в чем это вопрос-то, суть-то? Что, ну никто, это просто люди делают от сердца все. Не для того, чтобы там это заработать, или еще что-то там, или как-то прославиться. Что-то там, что-то, не для этого все это делается. А для того, чтобы, это Бог так это. Это он говорит от сердца все. Благодать Божия. Он простой такой. И, понимаете, вот я понял, что мне надо вот прямо сейчас креститься здесь. Вот когда крестили, там вот Василий крестился. И я вот стоял уже там на берегу. Вот это Василий как раз и есть покажет. Я был готов уже пойти креститься. И все, для меня не было никаких сомнений, что я приеду снова. Ну и Игнатий Тихонович спросил, он говорит, приезжай, все. И я приехал через две недели. И мы в августе это. Ну вот я хотел показать. Чем заниматься? То есть вот сейчас как раз перед твоим приходом я сюда ставить не могу. Мне нужно сначала на Mail.ru. А там угодно. Код я сразу сюда переношу. То есть я многого не знаю, но я всякие приспособления смотрю, где что есть. У меня минимальное знание. Но эти минимальные знания, если положительные знания, что я не распыляюсь на разные там какие-то нюансы. А самое главное, я знаю. Я знаю, как делать набор. Я знаю, как делать верстку. Я верстку делаю ни одну, ни две книги. Я скажу сколько. 22 книги полностью я один верстал их. Эти книги. Мне показали основное работать в фотошопе. Дальше я уже смотрю, как переводится из одной системы в другую. И все это записываю. Все эти там мегабайты. Это я знаю, что они войдут или не войдут на это. Но тонкости я никакие не знаю. Да как так вы столько работаете? Ну больше 30 тысяч провел часов. За компьютером. 38 книг, да по 750 без традиции надо понимать. Каждую я минимум по три раза прошел. Во-первых, когда я готовил материал. Второе, когда составлял. Дальше корректору, когда сначала я их прохожу, потом выявляю самые грубые несоответствия. Где там они же на слух проповеди печатают мне братья и сестры. А стихотворение, все остальное, это все мое. Вопросы, ответы это полностью я до одной буквы пишу. И корректору я должен отдать уже то, что нужно корректировать. Бывают там повторы, кто-то проповедь мою перепечатывал, он не расслышал. А я вижу, что совсем не то слово. Когда корректор все сделал, теперь все до одной ошибки. Я теперь должен вставлять, опять я его прохожу. Так что свое собственное я перевариваю многократно. И вот бывает иногда человек, как кто-то спросит что-то. Я гляжу, он просто настоящая ахинея. Он несет, что попало. А уверенно так говорит. Даже из членов общины где-то. Я его проверяю очень просто. Скажи, пожалуйста, ты вот сейчас это придумал? Или у тебя это от сердца? Ты это выносил? Ты это опробировал на практике? Слово Божие и то, что ты говоришь, живо и действенно, оно тебя побуждает к лучшему? Ну да. Все, вопрос закончен. В следующее воскресенье снова повторишь это. Никогда не повторишь. Потому что ты придумал, у тебя оно. Я если провел его повторение матью учения многократно, оно у меня и запомнилось. У меня когда узнали, там первые четыре книги. Там, а что вы не защищаетесь? Я говорю, от кого защищаться? Меня Бог защитил. Ну, кандидатскую там начинают. А с чего ради-то? Так это же такие труды. А там профессора, академики, книги считают. И все одинаково говорят. Защиту сделать. Кому это надо? Так они там достали большую медаль, награждали всех. И большую медаль. Вот такую бляху министерскую мне дали. Да смешно. Я все делаю бесплатно, я говорю. Ну, это так, бесплатно. Ну, вот знаете, тут собрались у нас бизнесмены и другие. И о вас слышали. Они хотели, чтобы вы с ними провели занятия. Ну, понимаете, как смеются там русские, там, новые русские-то. Поднять их уровень образования. В какой области? Всестороннее. А я вел мировое искусство, по всем галереям мира это трогало. Ну, давайте собирайтесь. Мне готовится еще. Готов. Шапку в руки пошел. Ну, я взял с собой и тогда от нас фильмы сняли «Предчувствие», там, «Златоусы с Потеряевки». Ну, естественно. Ну, они собрались. Я провел, кажется, четыре занятия. Двух часа, по два часа, называется, это пара часов. Маленько проходит время, там, неделя, меня вызывает ректор Евстигнеев Владимир Васильевич. Он там доктор, там академик, там у него сколько докторантов он взял там, ну, очень, очень известный. И он мне говорит, иди деньги получи. Я говорю, какие деньги? Ну, вы же занятия-то вели, вот эти четыре, это урок это. Счастливились. Ну, и что? Так, получи. Так я еще за деньги разделал. Ладно, иди, получи. Ну, я покрутился, ну, и получу. Пошел, гляжу, там столько денег. Я говорю, а почему так денег-то много-то мне? Как много? Нормально. Я говорю, да по какой ставке-то? По профессорской. Да у меня же никакого грузования, я не защищался. А потом одного встречаю, главный редактор газеты, а он одновременно преподает в этом же университете и преподает. Я вот спрашиваю, у него такая маленькая, я говорю, что же так маленькая? То я там удивился, что я вообще не разбираюсь в деньгах-то. Миллиону через мои руки прошло. Вот я сейчас только в долгах, у меня 7,5 миллионов. Но должник такой, что все давали и говорили, что не отдадите, не отдадите, во славу Божию. Я должник, но не должник, можно сказать. И я до того удивлен был. Я говорю, а почему не платят звание? Да ты же преподаватель, он кандидат какой-то. Да какая-то, говорит, совсем мизерное платят. А там все трудно, они мне там профессорскую, да с какими-то званиями, накрутками. И когда он узнал, что я преподаю бесплатно, мгновенно высчитали мне часы, и кажется, за 15 лет. Идите, получите. Но за 15 лет по профессорской, ну это что-то. Я пошел, там нужно ННН получить. Ну, получите, я говорю, а у нас не положено. А как не положено? Ну, поставите все, я говорю, нет. Это не знак антихриста, но я должен упереться и... Я так и не получил мне рубля. Конечно, я уже знал, каким путем идти, как юрист, я процесс был выиграл. Чего я буду затевать? Ради чего? Когда я уже изначально был настроен, что я волонтер у Бога, эти знания мне дал Бог, он может от меня отнять память. Вот мне-то 73 года уже будет скоро, а я не чувствую ни ослабления, ни в чем. Это Бог только может так сделать. Сейчас смотришь, он в 50 лет уже зашел на кухню, не знаю, зачем зашел. Там память... Если мозг никогда не работал. Мозг никогда не работал, разжижился и все. Вот и все. Мозг это мускул, который надо тренировать. Тренировать. Вот наше утро, 4.40 всегда поднимаемся, и мы начинаем. Я перечисляю всех правителей, мира, патриарха, папу, за всех, кого молимся. И в определенном порядке. А это все настраивает. И вот сейчас я хотел сказать, катушки-то раскатились по стороне, я их уже, ну не знаю, где они были. Тем более, когда я сидел, они распространялись. И вдруг вот плоды начинают с одного места, с другого, с третьего попадают. Вдруг с разных стран, Израиль, там Америка, Испания, тут все заходят. И вот ровно, кажется, 71 страна заходит. Ну, там бывает один человек, а бывает и тысяча. Я покажу таблицу, которая дает, сколько человек заходит. Я пошел, говорит, уже со всем баптистом, там диакон один ушел, говорит. Но попал в ваш труд, говорит, я, говорит, оттуда как шарахнулся, все, больше ноги не положу. Почему? Потому что доводы, приехал игумен здесь, может, слышали его Юрасов, отец Аброси, в Иваново, архимандрит. Настоятель Жерского монастыря. Он очень известный, архимандрит. Ну, он был когда-то в Почаевской лавре, и он приехал, побыл у меня на уроке. Вышел на улице, за руки прям хватает, нужно немедленно издавать. А что это? Да ваши слова прям пощупать можно. А противосектантские были. Да-ка, вы разве не преподаете у нас сектоведение? Да как? Да ну никак, в каком году жил такое-то, в каком году такое-то что-то. У меня доказательства все в ужатом виде. Я все время старался сделать их более краткими. Ну вот, сектанты, знаешь, иконы не признают. Иконы это идолы. Сколько вам нужно доказать, чтобы не идолы? Ну, два часа. А если более кратко, за час докажу. А еще более кратко, за полчаса. Наконец меня сводят до пяти минут. За пять минут я докажу. Только успевайте записывать. Когда обо мне пишут, вот Быков, журналист пишет, Дмитрий говорит, скороговоркой, Солженицынской, Лапкин говорит, и сам на него похож. Скороговорка. Я стараюсь себя обуздывать, потому что, ну, спрессовываю мысли. Но дело показывает, если ты это знаешь и любишь, Бог сам выстраивает вот целую плеяду этих слов. Потому что из сердца идет. О, из сердца. Как из ручья вода льется, она и льется. И не надо мне доказывать еще, почему я этим живу. Так вы считаете, без икон не спастись, я не говорил. Без икон можно спастись. Но если ты икону называешь идолами, я сомневаюсь. Потому что гнушаясь идолов, ты святотатствуешь. Криллам 2.22. Но тут уж помогает и память. Когда-то баптисты согласились беседовать на тему о втором пришествии Христа, о страшном суде и прочее. Ну, они там подобрали проповедников, собрались в Новосибирске. Ну, и стали беседовать. Ну, а баптисты любят по Библии. Им не надо никакие книги, они не будут. И договорились, ничего нет. Ну, участники, все могут записывать на магнитофон, на бумагу. Тогда этого не было на видеки, не снимали. И вот они начали говорить. Как сейчас я помню, они привели, кажется, 8 мест и кончились. 8 мест. Разобрали их, все места. Теперь мне слово. Ну, время как в шахматной игре. Ровно. Он говорил 38 минут, и мне 38. Я стал говорить. И после посмотрели, я на память привел. А иногда, а не место, а там бывает 3-4 стиха, а 72 места. Процитировал. А они по Библии листают, смотрят. И они не могли поверить, что это можно. Это Бог-то кодает. 72 места по одной теме. Это пакетами выдать им. И что? Да ничего. Беседа оканчивается, половина православных. Вот что. И пресвитер, это не здесь было, в Караганде. А у них не пресвитер, не епископ, а называется старший пресвитер. И он принял крещение и стал священником. Это Бог делает. Человеку это невозможно сделать. Помню, кончилась беседа, он обратился народу, за столами. Молодежь сидит. Ну что, надрали нам заднююся? А мы убеждены были, что мы правы. Кто против? Не один. Доказано, да ты против Библии пойдешь. А то Бог не требует служения рук человеческих. Слышал? А то чтобы не крестились. Очень просто доказывать. Чтобы какой-то вопрос, я говорю, разобрать, надо 4 вопроса поставить. Кто сказал, когда, кому, с какой целью. Все. И уже направление данное. Кто сказал-то, не требует служения рук человеческих? Павел. Когда сказал, когда был в Афинах. Где сказал, в Аляпаге. С какой целью? Крестное знамение совершать? Чтобы не совершали они. Мог ли он сказать, это когда ни одного христианина среди слушателей не было? Кому он мог говорить? А почему не было? Там написано Дионисий. И Лидия первая обратились. Первая. Там никого не было. Это языческий город. А как же он говорит, не требует служения? А ты считай впереди о чем. Речь идет об идолах. Бог не требует, чтобы капище строили, памятники делали. Ну, в переносном смысле, это против православных. Но не о крестном знамени. Ну, нельзя ставить красный знак, светофор на острове, где нет ни одной машины и ни одной дороги. Ну, как можно запрещать то, чего там нету? Согласились все, да. Это логично. Вот однажды во Фрунзе мы беседовали. Ну, и все согласились. А в это время мать ребят, которые там были, все здоровы от этих ребят, Кушнарчук, она заходит и сразу, ну, видишь, что я сижу и перекрестился при них. А полная комната баптистов у Павла. Так Бог не требует служения рук человеческих. А кажется, Валера, сын, говорит, мам, не надо. Мы это уже сегодня все проходили и улыбаемся. И вот и все. Вы за один раз убедили? Да, убедил всех. Всех до одного. Вот сидит молодежь. Я говорю, вы убедились, да, теперь совершите крестное знамение. На этом не останавливаемся. А почему? Ну, вы же сказали, что без крестного знамени не можно. Можно без крестного знамени спастись. Но придет время, Антихрист поставит начертание на правую руку. А почему начало и на правую руку? Не на левую, не на спину. Вы не знаете? Не отвечает. Ефрем Сирин отвечает. Для того, чтобы не мог совершить крестное знамение. Знамение Иисуса Христа. Покажи. А тут сидят старшие. Ну, вот когда приедете к нам во Фрунзе, мы тогда все решили, только там, вот здесь как-то мы в другом городе, и все. С Богом играть нельзя. Трое ребят сидят, все неженатые, едут на встречу с ярлым песнями. Все одновременно погибают в машине. Перед самой моей встречей Бог уже не допустил. Поэтому слово «ныне» действует по сегодняшнему. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердце ваше. Завтра, завтра, 29,1, написано на притче, говорит, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе. Мы могли не встретиться. Так я тебе дам валенки на ноги? Не надо. Не, вот, вот сюда ставь. Дядя Игнатий, мне к 11 надо в АЛТ-ГТО. О, дорогой мой. Уже 10. Да, я просто долго ехал. Я к вам тут как бы, так, я даже не знаю, с чего начать. Вы мамино письмо получили? Получил. Дядя Игнатий, из Германии получил. Дядя Игнатий, можно так? Просто я с мамой уже говорил, она говорит, я его рано отправила. Она много там лишнего написала, перепишет она его. А она никого, она лежит у меня просто в архиве все. Нет, она перепишет и его просто замени. Хорошо замени. Она на скорую руку написала, я сказал, что вот его... А тут такое дело, я сегодня рассылал послание всем, маленькие-то. И вот ты здесь сидишь. Вот смотри, я тебя сейчас найду. Ну, я вижу. Вот оно, видишь, да? Да. И вот смотри, какое тебе письмо пришло туда. Сейчас ты его увидишь. Вот оно даст. Только ошибка у тебя страшная. 162 сообщение. На сообщение нажмите. На сообщение могу нажать. А то она картинку высвечет. Значит, это не совсем быстро тянет. У меня телефоны, они не кабельные. Ну, понял. У меня тоже такой же вот вебстрим. Да. Ну, это мне его ставят. И моего ничего здесь нету. Все абсолютно. Вот это, что есть аппаратура, все стоит. А то смотри, что я тебя сегодня послал. Считай вслух. Вслух. Не знаю, переслала ли Татьяна Лапкина мою просьбу всем вам, чтобы после просмотра беседы каждый прислал мне свои комментарии. Как уже сделали Татьяна, Дуся, Надя из Германии. Пожалуйста, к размышлению и памяти. Игнатий. Вот так. Вот, пожалуйста. И фотография. У меня сейчас вот будет это, с делами закончен. Я напишу. Все, ну ничего нет. Да вы вчера звонили. Все, это. Такое дело. Я вот, как бы... Какие главные вопросы у тебя давать, чтобы потом... Так, главный вопрос у меня, как бы, я вот, честно говоря, не знаю, вот, правильно ли делаю вот это вот все дело. Быстро излагай. То, где Вадим... Правильно ли я вот это все дело делаю или нет. В общем... О чем речь идет? Лично, вот, как бы, вот из всего этого ролика я понял так, что Вадим считает искренне, что мы против него. Да, именно так. Я против Вадима лично ничего иметь не могу. Прекрасно. Настю я знал до того, как она приехала в Барнаул. Ничего... Вот какая она есть, что она была такая, ну как сказать... Вот так. Могла там на какую... На авантюристку, во всякие авантюры влезала. Да. Да. Это я знаю. Это у нее было. А потом... Ну, я ее последние 13 лет, или сколько, 15, я ее не знаю. Тормози на этом, сейчас прочитаем. Громко считай. Татьяна Лапкина, что она пишет? Вот сейчас только прислала, при тебе вскрыл. Да, Денису Марини в Грецию вчера, а кто на Одноклассниках участвовал, я не стала посылать.